всех приветствую продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге кто есть кто составитель Бетти Рэдис дополняя какими-то данными из википедии из интернет кадма герой древнегреческой мифологии легендарный основатель фиф в биоте сын финикийского царя агенора и телес фасы по отцу внук богу посейдона помог богам во время битвы с тифоном посетил родос принеся жертву афине линдии арабы переправившиеся с кадмом поселились на эвбее когда здесь похитил европу агенор направил сыновей на ее розыске наказав без нее не возвращался однако дельфийский оракул аполлона укажет кадму чтобы он о европе не беспокоился и что он должен следовать за коровой и заложить город там где она возляжет до этого он во фраке похоронил отправившуюся с ним туда на поиски свою мать факиде же встретил корову затем как и было предвещено основал в биоте фивы прежде чем ему пришлось убить там священного дракона бога ареса огромного змея который охранял находившийся рядом с тем местом источник по версии дракон растерзал спутников кадма а кадма убил его камни зубы побежденные им чудовище он по совету афины посел в землю из них выросли воины спарты посеяны которые сразу же вступили в борьбу друг с другом пока не остались живых из них всего пятеро ставшие соратниками кадма и родоначальниками знатнейших фиванских родов на месте где легла корова стоял алтарь афин за смерть дракона возможно даже порожденного аресом нес у того 8 лет искупительной службы после этого афина предоставила ему царскую власть зев же дал ему в жены гармонию дочь ареса и афродиты их свадьба была первой на которой присутствовали все олимпийские бог основа в биотийскую столицу город фивы дал его гражданам законы и устроил свое государство в честь кадма фиванский акрополь именовался кадмеи его дети и нос имела агава полидор автонои кадм стал одним из могущественных правителей греции изобретатель иллинских письм впервые нашел медь но не только одно счастье послали ему боги его дочери и но и симела погибли на его глазах а внук актеон пал жертвой гнева артемиды оставив фивы кадм и гармония отправились к инхилейцам они избрали их своими предводителями в войне с иллирийцами и одержали победу кадм воцарился у иллирийцев на старости лет удрученный своим горем кадм покинул семивратный град фивы и после долгих скитаний со своей женой пришел в далекую иллирию здесь он с гор еще воскликнул не наказывает ли меня боги за убийство того змея если из-за его гибель меня карает боги так тяжко не лучше ли мне самому превратиться змея только выговорил он эти слова как тело его покрылась чешуей а вместо ног вырос волос его супруга гармония увидев преображение свое любимого супруга пожелала тоже превратиться в змею и ее просьбу боги исполнили когда все их потомство погибло кадм и гармония превратились дракон зевс отослал их на элисийские поля либо змеи превратились скалы у иллирии согласно птоломею и фистиону они превратились во львов кадму греческая традиция приписывает изобретение алфавита плывя с востока в греции он остановился на острове санторин и оставил здесь несколько своих спутников позже на этот остров прибыл террас честь которого и был назван пост именно здесь на 3 и найдены самые древние греческие письмена 18 век до нашей эры честь кадма назван химический элемент кадме и линия кадма на спутнике юпитера евро вот так вкратце из википедии о герое древнегреческие мифологии как легендарный основатель фиф в биоте пока пока до свидания а